так продолжаем с вами учились они кстати смотрите уже немножечко упали уже прошло кстати такие мягкие они прошло уже часа два-три наверное вот пока там суть дела пока там пошла один я уложила уже видите тут его нету потом помонтировала у меня прям вообще там очень очень битком очень много монтировать но на этом времени пока выйдет этот ролик наверное уже я все надеюсь монтирую потому что там просто битком и другой стороны мне очень интересно все это так ну тут вот смотрите у нас второй кусок теста из холодильника сметанное нас тесто мы выложим так абрикосики уже правда они конечно немножечко уже полежали у меня но и там выберу более-менее хорошие и мы это положим здесь у меня сахар с крахмалом с этим может быть еще надо одну ложку туда положить крахмала не буду не буду класть это сейчас искать уже лень немножко тут маслица виднеется такой прям масляный а сейчас я опять вся буду в масле опять вся это в этот раз кстати получилось тесто другое гораздо лучше предыдущий раз я тоже вот делал записывал на камеру но получилось не очень не знаю почему мне не понравилось тесто сейчас она такой смотрите более эластичная тогда она получилась а видимо у меня как раз было масло которое купила свекровь она был какой-то не по я даже не знаю как она называлась жалко конечно что я не знаю но обычно она покупать самое дешевое вот поэтому не знаю короче они получились у меня тесто не было нормально то здесь я смотрю кстати классное тесто так надо будет раскатать очень прям что-то масляное такое совсем такое ощущение как будто я взяла кусок масла его пытаюсь это раскатать муки можно хотя нет я прицепт делала делал уже по рецепту так не взяла свою палочку такой месяц ножичек так мы кладем сахар сюда кладем наши абрикосики на все это конечно же есть отдельный рецепт только все это делал но видимо сейчас я все это сделаю с вами да вот там я слышу уже дима проснулся сейчас мы быстренько сделаем как раз он проснется даже там хохочет один в одиночестве вот отдыхала я прошлые разы вы видели наверное эти влоги на отдыхе я была у меня был небольшой такой отпуск я ходила походил прям по магазину конкретно очень очень хорошо прям отдохнула это прям просто супер это все просто шикарно когда ты можешь пойти просто магазин и помогаю ходить не торопясь это вообще просто супер это очень кстати прям завлекает и вспоминаешь свою молодость как я в молодости то есть до появления ребенка также принципе ходила не спеша по магазинам и я помню даже как-то зашла магазин что-то выбирала и тут залива залетает мама видно что она мама вот залетает срочно покупает ребенку там какие-то то ли штаны там нужны были трусы ну такой что-то из одежды срочно прям покупает и и принимает что там не без очереди она жутко торопится и просто вылетает и убегает а я на волу говорит давайте быстрее меня примите меня времени нет у меня там ребенок я помню да 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 я такая думаю ничего себе как она торопится думать ребенок появится ну блин я на это же также начну торопиться с ума буду сходить уже там уже и вообще он не будет ни до чего ну действительно так и есть конечно появляется ребенок и уже спокойно не сходишь магазин уже не так спокойно магазин пойдешь уже не ходишь торопишься скорее скорее надо купить это 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 даже когда мама гуляет и я все равно тороплюсь уже чисто как наверно автоматически начинают торопиться прибегаешь в итоге спрашиваешь ума ну чё я долго мне кажется что я ходила целую вечность что я там потратила не знаю часов пять шесть там полдня что я вообще там потратил пока там просто зашла например фикс прайс когда я там зашла в пятерочку зашла например да по пути надо было что-то купить там туда-сюда могу да нет говорит ты вообще тебя вот это быстро ты пришла тебя не было то всего лишь там полчаса год что-то торопилась что ли верну да торопилась да ладно тебе что-то торопишься все же хорошо вроде мы гуляем все в порядке ну мало ли вдруг там это что-нибудь там думаю домой захочет там чего-нибудь истерика начнется там или боишься переживаешь то конечно отдыхая пока тут была свекровь с ребенком две недели я ходила отдыхала это конечно просто классно когда ты можешь отдохнуть так долго вот когда можно спокойно сказать по магазинам я наконец-то съездил космопорт походил по космопорту спокойно как раньше не спеша все магазины там обошла потому что все-таки когда все-таки видимо мы девочке устроим так то что мы должны ходить то есть заниматься шоппингом хотя бы допустим если не покупать что-то а хотя бы просто посмотреть именно походить по магазину я маме кстати об этом сказал мне главное вот пройтись вот по магазину вот именно вот пройтись просто походить хотя бы ничего не покупали но именно вот когда ты проходишь по магазину не спеша у меня это вот какой-то внутри какое-то удовлетворение как я допустим рисую живопись сюда я удовлетворяюсь мне это нравится это вот примерно точно также для меня мужчинам конечно это не понять муж конечно меня не понимает я думаю ну в принципе кстати есть такие мужчины которые готовы поехать в ашан ходить там по ашану не спеша покупая продукт именно продукты на эти покупаю не спеша я такие кстати видела когда часто очень гуляла по ашанам видел там такие мужья ходят со списком не спеша все там торопятся быстрее 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 они такие не спеша с одного ряда там на другой ряд значит существуют все-таки такие я думаю наверное тем женщинам которые мужчины такие очень очень сильно повезло то что может женщина что ж такие закуски тут уже нацепляла видимо здесь лежали таким женщинам мне кажется очень удобно с мужем можно как с подружкой пойти шопингом заняться походить поболтать мне кажется об этом с этим мечтает каждая девушка а уж именно когда гуляясь подружка у меня была подружка мы вместе с ней гуляли но это все равно не знаю что-то мне не нравилось в какой-то момент она любит магазины дорогие одеваться дорого красиво как бы мне на тот момент не позволяли финансы одеваться настолько дорого конечно одевалась на тот момент подешевле но тоже была красивая такая одежда можно было найти допустим я не говорю про секонд-хенд нет просто там есть такие же магазины которые там есть подобие такой вот модной одежды вот то конечно делать мне не нравилось это вот зайдешь и с ней просто тратишь время пока например в рифгош вот эти они вообще очень дорогие магазин тратишь время пока она выбирает шампунь себе и блин это вообще это так долго и все равно ты покупаешь опять один и тот же шампунь на фига мы стоим там по полчаса смотрим на другой ну я не знаю я думаю как тут так прям вообще какой-то момент я поняла что одной гулять это гораздо лучше когда ты сам себе хозяин где хочешь там и идешь за захочешь там и остановишься то есть вот так поэтому я люблю уже последнее время люблю гулять одна в одиночестве это классно на самом деле и плюс конечно у меня есть моя подружка это моя камера с которой можно одновременно идти снимать и одновременно болтать что-то рассказывать то есть как диалог такой самим собой разговор самим собой то есть вот так вот мне кажется они толстые у меня получится вот да погулял я тоже кстати сходил на крымскую площадь вы видели там чуть-чуть поснимал там правда конечно была как раз в этот момент жара самый такой разгар лета был и конечно там фонтан был на нем было что ж такое-то за закуски то не пойму я там странные был разгар лет и конечно там был с эти фонтан который был просто занят забит детьми здесь мы зуб то не сломаем тоже странно чушь такой тут а это сахар что ли а это сахар такой мешался странно засыпала про засыпался заранее видать вчера и он уже закристаллировался что ли вот и на крымской площади купила мороженку себе дошла до туда там лавочки вы видели такие красивенькие вот на этой лавочке я посидела спокойно не торопясь поела мороженое там как раз еще трамвайная линия проходила и я сижу как раз ем мороженку отдыхаю такая кайфую класс и там в трамвае едет народ и на меня смотрят как я там сижу кайфую с этой мороженкой а там я думаю у них трамваи духота им жарко наверное все вместе они там сидят а я тут сижу отдыхаю как раз еще солнышко зашло я там села так хорошо поела мороженку потом вышел солнышко я все равно пошла дальше пошла гулять в гудок там что гудок у нас там рядышком вот но классно прям классно отдохнула старалась в принципе уже увидели как я там отдыхала я постаралась для вас все максимально побольше записать но иногда кстати замечала то что у некоторых магазинах я просто забывалась и просто забывал включать камеры забывала о том вообще что она у меня есть блин видимо я так классно все равно отдохнула что даже я забыла вот то что смогла засняла чувствую сегодня с вами наболтаем прям очень много еще у нас будут пирожки димочка очень хорошо их кушает ну хотя бы хоть что-то пока у него этот рвотный рефлекс не пройдет пускай он такое что-то вот ест жесткая не знаю чего он там взялся честно говоря вам говорят что не может он взяться от пыли что это что-то другое но не знаю что у нас там ветер на улице сегодня сегодня гром гремел я думала дождь пойдет уже днем обычно как-то уже привыкать что молния и гром это уже вечер значит и дождь будет вечером вот рано кстати мы жили нам каждый день приходил ветер каждый день был означал первый день был только первый день была только молния то есть весь вечер прям была молния на следующий вечер пришел гром даже ночью по моему а его было слышно вечером что ли сейчас я уже забыла то короче там каждый день что-нибудь было вот там гром был вечером что ли а вдалеке сначала был гром на следующий день ночью три часа ночи пришла пришел гром он так гремел блин это было что-то вообще с чем-то плюс там я как раз у нас комната была прям под самой крышей ну что там крыша тоненькая такая там вообще все очень хорошо слышно гром хорошо слышно и прям вообще мне голова чуть не разболелась насколько он был громкий это не знает что-то с чем-то было в городе вот еще кстати не слышно а там прям очень было хорошо слышно это был просто кошмар на самом деле вот я уже просто лежала и лежу смотрю молния мне уже меня просто страшно сейчас загремит думаю гром меня точно голова разболится я не помню на даче находимся же я не помню есть у меня обезболивающие или нет брала я его или нет я уже не помню а муж сидел на улице гулял книжку читал там ночью я ему пишу смс-ку вот давай скорее вы это подымайся будем вместе бояться вот а он нет все равно дальше сидел читал книжку потом уже когда все закончилось пришел мы там кто классный год был на улице молния гром вот они так гремят красиво будет так света это ну понятно говорю я тут лежу боюсь блин страшно это все так громко настолько прямо вообще мне казалось я уже не боюсь но это было очень громко в городе вот как-то приятно послушать городе как-то вот даже на балкон выходишь я не знаю почему там не настолько громко так пирожочки поближе смотрите какие они светлые такие красивые такие один ки а ну знаете тесто получать сметана она получается какой-то степень как печенька как песочная только помягче то есть она ведь не особо ломается но при желание его можно сломать вот и конечно же вот он вот этот вот сахар который наверное я захочу с ним что-то сделать я хочу его собрать в какую-нибудь пиалочку и что-то с ним сделать что-нибудь или в него макать не любопытно он застынет или нет когда остынет и вот это больше всего любопытно на самом деле вот такие у нас получили с вами сегодня пирожочки батрушки очень кстати до сих пор они мягкие тут лежат вот этот вот вообще можно гамбургер сделать даже уже не такой кстати мягкий но мне кажется его если разогреть в микроволновке он будет помягче димин салатик мой салатик мы сегодня кушаем только салатики и пироги будем кушать короче у нас сегодня вкуснятина вот на сегодня это все с вами был канал арт-мания подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии смотрите другие ролики наши блоги путешествия живопись короче там куча всего плейлистах найдете обязательно смотрите и всем пока пока с вами был канал арт-мания а